Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Кирилл Политов. В еженедельном режиме мы продолжаем рассказывать о самых заметных бытовых происшествиях. Смотрим новую серию. Для начала коротко о том, что вас ждет в ближайшие пять минут. По пути Приморья, почему одна из переправ не внушает доверия барнаульцам? Бои местного значения, как канализационный колодец поссорил соседей. А вот где питьевого колодца вода. Вот она. Трещит по швам, именно так говорят барнаульца о переправе на шоссе Ленточный Бор. Всплеск обсуждений начался после того, как один из пользователей выложил снимки в глобальную сеть. После этого социальные сети буквально взорвались от комментариев. Вот этот мост, вот эти трещины. По мнению автора поста, такие разрушения могут привести к обрушению самого объекта. В завершение написал, что в случае, если бетонные опоры сломаются, то может не обойтись и вовсе без жертв. На эту новость уже поспешили ответить специалисты Минстройтранса. Якобы дефекты появились несколько лет назад, и главное, трещины не опасны. В финале добавили, что этот мост будет отремонтирован в следующем году. Запланировано усиление конструкции и расширение до четырех полос. Скандалом соседей завершилась очередная попытка договориться по поводу протекающей выгребной ямы. По мнению одной из сторон, стоки бегут из колодца и топят ту улицу, а вместе с ней и другой соседний трубопровод. О возможных последствиях далее. Вот они идут оттуда. А вот где питьевого колодца вода. Вот она. Понятно? Пять метров. И вот это вот все заливается канализационными стоками. Такие потопы, по мнению Нины Павловны, угрожают жителям всего микрорайона. Дело все в том, что под вот этой крышкой проходит труба с питьевой водой, которая ведет к соседним зданиям. Из колодца побежала, говорит пенсионерка, после того, как соседи переделали строение. Теперь часть улицы периодически оказывается затопленной. Решить проблему мирным путем, уверяет женщина, ей не удалось. Обратилась к чиновникам района. Вот ответ. Сегодня это все прикрыло. В целях действия дальнейшего недопущения выхода сточных вод на поверхность собственников выгребной ямы было рекомендовано своевременно осуществлять работы по откачке бытовых отходов. Это не бытовые отходы, это канализационные отходы. На уровне пяти метров, вы видите, находится основной колодец питьевой воды. Эта вода проходит до дома престарелых, и там многоэтажный поселок, и мы все пользуемся вот этими сточными водами. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барнауле прежний 722 301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб, или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите!